В выходные в Новопушкинском сквере прошла акция протеста, которую провели московские ученые. Они недовольны реформой Российской Академии Наук. Настоящим ударом для них стало подписание законопроекта президентом Владимиром Путиным. Такого не ожидали, потому что это слишком. Это вызов стране, вызов научной элите. Изначально ученые планировали митинг на Болотной площади, но московское правительство отказало им. Тогда находчивые ученые изменили формат. Теперь это была так называемая встреча с народным депутатом. Соответственно, здесь не было плакатов и не звучали лозунги. Единственное, что смогли себе позволить академики, это выступить на импровизированной сцене в Новопушкинском сквере. Вместе мы, только вместе сможем что-нибудь сделать и сможем как-нибудь поднять нашу науку из того праха, куда ее хотят затоптать. Несмотря на дождь, в сквере собралось несколько сотен человек. Митингующие требовали автономии НИИ. По принятому закону, имущество Академии перейдет в веденье Федерального агентства по управлению имуществом РАН. Ученые называют это ничем иным, как рейдерским захватом. Я знаю людей, которых просто увольняли. Они приходили через месяц на месте их здания, института стоял там, автосалон, грубо говоря. Станки, оборудование увозилось в металлолом и так далее. Сейчас то же самое. Реформа, по-видимому, стала последней каплей. Академики заверяют, что готовы идти до конца. Мы непосредственно связываем свою позицию по требованию отставки правительства в связи с этим законопроектом. Представители из фракции КПРФ заявили о том, что на сегодняшний день петицию об отставке правительства подписало уже более двух миллионов человек. Собравшиеся это заявление встретили аплодисментами. Российское научное сообщество становится частью большой российской политики и, не опасаясь репрессий, выходит на улицу. Это можно считать новым поворотом в политической и общественной жизни страны.